Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Никита Бурлаков. Я основатель школы гипноза и слиперства с выпускниками более чем в 50 странах мира. И сегодня я хотел бы вам представить наше исследование на тему «Как войти в позитивный денежный поток? Поток изобилия». Давайте рассмотрим уже самые интересные моменты погружения наших гипнологов и слиперов на эту, безусловно, всех волнующую тему и попытаемся вместе постичь смысл, передаем нам информацию с тонкого плана. Итак, самое главное, что мы выяснили на нашем погружении, это что денежная энергия входит в нашу жизнь в полном своем объеме, если в нашей деятельности есть любовь. Энергия процветания – это реакция внешнего мира на то счастье, которое вы вкладываете в вашу деятельность, что вы транслируете миру. Послушаем нашего слипера Ирину. Показали, что солнечное сплетение и сердечная чакра должны быть слиты. И это происходит лишь тогда, когда ты занимаешься любимым делом, когда у тебя сердечная чакра открыта, весь поток идет через энергию любви, через твое открытое сердце. И тогда действительно, как на магнит, люди притягиваются. Почему? Потому что энергия протекает через меня, проходит через людей. Эту энергию денег люди возвращают тебе через какие-то твои услуги. То есть ты отдаешь энергию любви людям, люди это перерабатывают, принимают и возвращают тебе в виде денежной энергии. И поэтому вот эта вот сила воли и энергия сердца должна быть в едином потоке для того, чтобы созидать вот этот денежный канал. Удивительно, но мы не только зависим от того, что любим делать, но и от того, чтобы это дело приносило любовь и процветание каждому, кто с этим соприкасается. То есть мы не можем просто бездельничать или работать там, где придется, и надеяться, что нашу жизнь озарит энергией процветания. Для нас очень важно быть всегда в осознанном состоянии и найти этот баланс между своей внутренней сопричастностью к процессу и тем, как эта деятельность влияет на окружающих. Давайте рассмотрим этот механизм в деталях. Например, очень полезно будет узнать о том, что мешает нам здесь и сейчас окунуться в денежный поток. Может быть, есть то, что мы должны проработать, прежде чем вообще думать о финансовой энергии? Нужно проработать себя. Мне показывают, пока ты, например, не проработаешь свои женские, мужские отношения, первое идет проработку мамы, отношения с мамой, отношения с папой и отношения с государством. Если ты вот эти вот три темы действительно закроешь, потому что в основном у многих людей проблемы с деньгами, у тех, у которых проблемы в отношениях с тремя вот этими категориями. Ты недоволен, в какой стране ты живешь, ты недоволен, какая мама, какой папа там, и постоянно там кто-то кого-то обижает или бьет или еще что-то. Вот если это очень часто связано с детскими травмами, и пока они не проработаны, человек будет постоянно как-то спотыкаться. И не стоит даже надеяться на какой-то текучий денежный поток, пока не закрыты эти темы. Представляете? То есть, прежде чем пытаться разбогатеть, мы должны осмотреться вокруг. Может, есть кто-то, кого мы явно обделили нашей любовью. Может, кто-то нуждается в нашей заботе или внимании здесь и сейчас. То, чего мы и сами хотим. Ведь если мы сами не пропускаем через себя эту энергию процветания и любви по отношению к близким, то как мы можем рассчитывать на то, что Вселенная подарит нам, как ее детям, эту любовь в виде денежной энергии. Но подождите. Есть ведь люди, которые достаточно состоятельны на первый взгляд, а у них за спиной уже не один брошенный ребенок, одинокая мать. И вообще повсюду одна лишь разруха в отношениях с окружающими. Как быть с этим? Что скажут наши слиперы? Денежный поток води не оставаться. Можно только на высоких вибрациях, когда человек живет на позитиве. И именно эти деньги, которые связаны с благочестью, с благородством, они идут на пользу. Но люди могут сойти в денежный поток и контрактами негативными. Тут есть тоже 50 на 50. Смотря какой путь выбирает человек. Если он выбрал путь благочестивый, только на высокие вибрации, только с благодарностью ко всему и с намерением помочь другим, когда человек занимается или бизнесом, или чем бы он ни занимался, он сначала думает, как помочь другим. И когда у него есть намерение, как послужить другим, у него канал денежный открывается больше, чем ему предназначено от Вселенной. Эта тема становится все более удивительной. То есть вопрос о том, как войти в денежный поток, не настолько важен для нас, как вопрос о том, какой денежный поток нам нужно войти для нашего блага. Отсюда и берутся люди, которые имеют в жизни все деньги мира, но не имеют тех, с кем их разделить и для кого посвятить. Вы хотите такой денежный поток? Думаю, никто не хочет чахнуть над золотом в одиночестве, в старости. Доброта – это наша валюта. Если мы совершаем много хороших поступков, то эта благочестивая карма конвертируется для нас в следующей жизни в той или иной денежный поток. Это похоже на игру, не правда ли? Чем больше очков мы заработаем, тем больше сможем потратить. Главное – являться проводником этой энергии, чтобы она не заставилась, ведь энергия должна всегда находиться в движении, повышая нашу энергетическую емкость. Своими действиями человек может открыть этот поток, как бы дополнить вот это, но только поступками своими добрыми, добрыми намерениями, добрыми словами, аскезами может человек помочь себе, чтобы этот поток увеличить. Как видите, все зависит от нашего выбора. А в чем этот выбор проявляется? Заниматься мне саморазвитием или просто идти на поводу своей кармы? По сути, главное предназначение у каждой души одно – набор положительных энергий и вибраций, выполнение своей программы, данной высшими силами. Поэтому Вселенная будет давать нам все ресурсы, которые нужны для этого процесса, будь это деньги, знакомство, успех или все сразу. Подводя итоги, можно сказать, что самое главное для человека, чтобы заработать деньги – это действовать без привязанности к самим деньгам. Энергия денег жаждет воплотиться в материю. Если вы создаете высококоперационные условия, куда эта энергия словно вода втекает, где она может реализоваться, принести пользу людям, они придут к вам. Действуйте из любви, из изобилия к тому, что вы делаете. Сделайте ваше дело, а не деньги, объектом вашей любви и желания. Как говорил Пушкин, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Это значит, что не нужно любить? Нет. Это значит, что деньги привлекаются тогда, когда мы заняты не деньгами, а тем добром и проявлением любви, в которое оно, как энергия, может войти. Вот и весь секрет. Друзья, я искренне желаю вам всем счастья и удачи, и, конечно же, процветания. Нет ничего лучше, чем наслаждаться энергией процветания. А нет, есть все-таки кое-что получше, это быть проводником этой энергии. Всем желаю творить больше добра, хороших дел вокруг себя. До встречи с вами. С вами был Никита Бурлаков и Школа гипноза и слиперства. Онлайн-школа гипноза и слиперства Никиты Бурлакова — это место, где люди раскрывают в себе поистине уникальный мир экстраординарных способностей. Обучаясь уникальной методике, студенты школы постигают совместно целые миры на тонком плане и помогают людям разрешить их, казалось бы, невозможной жизненной ситуацией. Субтитры создавал DimaTorzok